И всем привет, ребят, с вами Строманька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас на обзоре наша обновленная Тесла с устройством Пульсар, относительно недавно я тестировал одно, даже нет, несколько устройств, которые были обновлены у нас с определенными статус-эффектами и после обновления мне показалось, что они себя начали более интересно показывать и полноценно смотреться сегодня же мы посмотрим Пульсар, который также видоизменили, обновили и теперь это устройство наносит большее количество критических уронов и я уже, честно говоря, на нем поиграл и могу сказать, что эти изменения, конечно же, чувствуются поэтому сегодня мы будем играть на все том же Паладине с Теслой и посмотрим, насколько эффективно нам удастся реализовать эту комбинацию по дрону мы сегодня возьмем, давайте, ловкача если вдруг ловкач нам сильно не пригодится, то, может быть, переоденемся тогда на гиперион и гиперион тоже очень хорошо должен смотреться с этим сочетанием ну и наша задача постараться как можно лучше рассмотреть все плюсы и минусы этого устройства и решить все же, что лучше использовать Теслу с определенными статус-эффектами либо же Теслу с Пульсаром на сегодняшний именно день, да потому что, исходя из того, что я смотрел устройства с определенными статус-эффектами они показали себя неплохо, но я бы не сказал, что супер жестко, да а после того, как я покатал на новом Пульсарчике он заиграл новыми колорасками я надеюсь, что эти изменения как раз-таки должны вывести все устройства с Пульсаром то есть у нас сейчас есть Рикошет, Гром и Тесла все эти пушки должны смотреться после этой обновы поинтереснее потому что до этого у меня было такое ощущение, что вот у тебя есть устройство со всеми статус-эффектами оно, грубо говоря, донатное так, это Джаггернаут, поэтому мы его, я думаю, перепикнем потому что он паладинит, если против Джаггера, особо делать нечего вот у тебя как бы донатное устройство ты полноценно его там получил с ультракантов либо там со спецпака либо с, как вот это устройство, с танкофонда а толку от него, ну, нет никакого, да то есть ты как бы имеешь все статус-эффекты ты как бы должен показывать жесткий результат а на деле ничего подобного нету, да и оно смотрится, ну, грубо говоря, даже ужасно, я бы сказал поэтому посмотрим, что покажет сейчас это устройство я очень сильно надеюсь на то, что количество критов будет примерно такое же которое было у меня, когда я его тестил на стриме самое главное, конечно же, здесь именно это количество критов да, то есть если у вас есть большое количество критов если вы постоянно, например, там в осаде какой-нибудь садите на пятую точку там тайминги там 3-4 танка да, и за счет этого быстро их там добиваете либо ваши тиммейты их добивают то это 100% окупаемая вещь это то, что должно быть на постоянной основе с пульсаром так, пробуем, давайте накидывать блин, хотел этот шарик очень вкусно отыграть но, к сожалению, у меня не получилось и, к слову, по урону у этого пульсара по ощущениям урон меньше, чем у дефолтной тесла да, то есть когда ой, хорошо, крит залетел когда ты начинаешь делить урон да, то есть он делится в по ощущениям... ой, хорошо вот оно, вот оно, родное оно делится, по ощущениям, в меньшую сторону и не так уже плотно залетает но, возможно, я ошибаюсь поэтому посмотрим все это дело в рамках этой катки так, что у нас тут есть у нас есть эми молот и все, больше эми у них ничего нет я уже думал просто переодеться на иммунитетик от эми потому что мне как-то очень неприятно сбили расходку ну ладно, пока что не будем этого делать так, есть мины и есть сразу лаг сервера так, и хорошо урон пошел сейчас мы еще один шарик добавим я думаю лаги пошли неприятные пробуем сейчас через этот шарик отыграть надо, чтобы критануло чтобы критануло, критануло оп, 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 хорошо критануло, есть супер ай, блин критануть-то критануло слило того типа, который ставил мины но чтобы этого уже не хватило и я стукнулся как раз-таки об его шарик так, сейчас у нас еще будет овердрайв совсем скоро посмотрим, что у нас будет под овером но значительно больше критов это прям видно реально видно то есть то, что было у нас до этого это было вообще просто ужас когда я на Иране, я помню, запикался и начал там ну, за весь бой там 4 крита нанес да, то есть за полноценную там ну, не полную, конечно, катку там было эта катка шла минут 10, да то есть за 10 минут я дал всего со всех тиков 4 критических выстрела я такой думаю ё-моё это как так можно сделать устройство, да то есть изначально при том, что это устройство когда только-только анонсировали в видеоблоге когда оно еще не вышло из танкованда там была инфа о том что криты будет наносить полноценный урон максималочку будет наносить и то, что там шанс критов будет хороший там ну и когда я говорил, что это будет супер жесткое устройство потом перед его выходом его взяли занерфили и сделали уууу хорошо вот это было хорошо правда половина там танков получили нулевой урон но вот такие вот моменты очень сильно бустят эту теслу да, то есть когда вы наносите крит по большому количеству танков одновременно это очень сильно вытягивает сразу это устройство вверх и конечно Мне лично, когда я играю на нем Хотелось бы, чтобы это происходило Как можно, как можно чаще Если Этих критов нету на заход Когда много танков стоит Это, конечно, грустно Когда он залетает, этот вкусный крит Это, конечно, очень Очень приятно Так, пробуем сейчас оттуда покидать Блин, шарик с хаул Через шар, конечно, играть здесь очень жестко Можно Не сказать, конечно, что через шар тут очень большой урон Улетают, но вот Интересно было бы еще посмотреть, что будет Если я, например, либо сам буду На диктаторе С этой теслой, либо же, например С этой теслой будет кто-то Другой на диктаторе И мне раздаст крит в тайминг Вот это тоже Очень такая интересная вещь Может быть, даже мне самому попробовать переодеться Здесь на диктатора и посмотреть Что у нас будет с критами По идее, с критами должна быть грязь жесткая По идее Вот так сливать, конечно, что для ТДМки какой-нибудь Я думаю, что это очень хороший вариантик Единственное еще бы устройство какое-нибудь такое Ой, не устройство, дрон Какой-нибудь такой Кризис Не особо подходит Не особо Тяжело с кризисом Если противник наносит урон по вам То, конечно, вы быстро можете уйти на респ А, ловкач, гиперион Дополнительных возможностей не дадут Использовать бустер Ну, такое себе решение, да В наше время, когда там бустер дает Супер маленький процент дополнительный Корное решение использовать его Ну ладно Давайте пробовать Что-то здесь реализовывать Давайте посмотрим Что у нас получится Интересного еще у нас целых 9 минут есть в пятке Как раз мы сейчас еще одну оверку реализуем Ну, по крайней мере, постараемся реализовать И возьмем диктатора И возьмем диктейтер Так, давайте вот такой шарик пустим Пробуем через него сыграть Блин, ну один крит только Один крит это очень мало Ну, хотя бы парочку бы критов залетало Сегодня вот в осаде играл, там Были тайминги, когда прям Очень вкусно криты эти залетали Ну, видите, очень многое зависит от От вашего везения, да То есть Повезет Будет супер Не повезет Будет Маловато критов Так, ладно Сразу вжимаем овердрайв И пробуем Пробуем уничтожать Блин, шарика нет Шарик Шарик бы накинул бы Молодой Было бы жестко Ой-ой-ой Я тут не туда кинул, куда хотел Но Пару молодых слил Так, еще добавить Блин, мой громчик тут Ай, кританул, кстати Под последний Выстрел Ну, ладно Такая себе, короче Спорная Спорная реализация Потому что тут противник довольно плотно дефит Вот сейчас Хотя по очкам Очень вкусно, если честно 620 очков за 7 минут То есть для штурма С учетом того, что я Особо даже не доставлял Потому что здесь противник Довольно плотно дефит Да, у нас шансов не так много Когда у команды Не особо что-то получается Не особо кто-то везет Но посмотрим, что сейчас будет с диктатором Мне кажется, что с диктатором Должно быть явно поинтересней Да, ну Должно быть пожестче Ну, проверим Так, даем шарик Здесь вот Отъезжает молодой От шарам Блин, ну вот под этого фрезда Конечно, играть Но это очень неприятно Оооо Вот, сработал креточек И очень вкусно, кстати, сработал Сразу после крита Можно добавочку давать В этом плюс Когда у тебя проходит крит И ты Без критических выстров Ну посмотрим, что будет с критами На постоянной основе Смотрим, что будет с критами На постоянной основе Мне кажется, что И с критами на постоянной основе То есть вот Вот, там опять крит очень прошел Ну критов явно больше стал Прямо реально больше Это, конечно, не может не радовать Когда у тебя не залетают Особенно, когда залетает Первым диком крит Это вообще просто Сказочка Очень приятно Очень вкусно Пока что, по моим наблюдениям, это Тесла лучше всего показывает в режиме осады В осаде, когда противник кучкуется, прям вообще кайф Когда вас еще там тиммейты саппортят, страхуют Оно очень-очень прибыльно работает В других режимах пока что, ну, с реализацией есть определенные проблемы Даже вот видите, как бы штурм, и вы стоят в одной точке И то, вы часто сливаетесь и не можете полноценно реализовать свою комбинацию Соответственно, пока что для себя я лучше, чем осада Для этой Теслы ничего не нашел Но, возможно, время пройдет Мы еще что-нибудь поищем Но, как я уже говорил ранее, сама пушка мне не особо нравится Да, то есть, уф, уф Ну вот, вот этот крит был очень жесткий Вот этот крит был на где-то 6-7 танков Это был очень сильный крит Прям очень сильный И в чем плюс осады, когда ты делаешь такую же самую мув с таким же критом Это то, что чаще всего под него кто-то играет И сразу же противника уничтожает А если противника сразу уничтожают И вы там, например, либо сейвите точку, либо захватываете точку То это очень плюсовая вещь Так, ну сейчас попробуем прожать оверку Я, правда, не знаю На себя соло сжать ее Либо раздать кому-нибудь еще дополнительно Эстимейтл Мама нажмет оверку На маму-то, конечно, здесь ничего не действует Спокойно может реализовать комбинацию В общем, больно Хотел же оверку нажать хорошей И не нажал Сейчас бы у меня магнум просто тушанул бы И все Ну хотя бы одну оверку надо прожать Надо прожать, посмотреть, как она будет работать И желательно, конечно, сделать это без флага Потому что если я буду с флагом Скорее всего, у меня сразу жесткий фокус польется Этим жесткого фокуса Мне, наверное, что-то получится сделать Так, вас пигбамбу не прожмет Хорошо Так, сейчас мы дожидаемся шарика Чтобы бамбу сануть его вперед от себя Ну либо мы сыграем просто через Ай, ну боже А, вот, нормально, все четко Все четко, все четко, все четко Вот она, вот она родная Вот она родная И даже с таким минимальным уроном Вы видите, что танки уходят на респу Когда мне кто-то говорил, что Под критами на Дикотесле Ты не будешь уничтожать оппонента То типа, мол, маленький урон проходит То вы видите Урона хватает, чтобы зарезть 5 типов Которые даже будут под куполом То есть если у него нет пробития Иммунки То спокойнейшим образом Эти танки все будут улетать на респу И это очень круто Это очень интересная комбинация Которая может Быть суперэффективна В командной именно игре Если вы играете группой Против каких-то пачек жестких Это может сработать И в какой-то период времени Когда, например, вы даже можете быть Ну, условно, вы Вы не Дико Тесла А вы Паладина Тесла Но вам раздает кто-то криты И вы в этот тайминг Максимально эффективны Просто максимально эффективны И вот эти 10 секунд Вы будете просто уносить И это супер круто Супер жестко Поэтому, что я могу сказать Ну, интерес Интерес С такой Теслой Реально есть интерес Вот то, что было у нас до этого С слабеньким процентиком По критам Это было Сляпа усатая А что будет, если Завязать три таких Дико Теслы С Пульсаром Я не знаю, что будет Но у меня есть ощущение Что это будет жесткая вещь Если по очереди на них давать криты И играть вместе Как это было, помните, раньше С Титанами Может быть, проверить Попробовать Затестировать Пишите, что вы думаете По поводу этой Теслы Пишите, как она По вашему мнению смотрится На сегодняшний день После ее обновления Интересна она вам? Неинтересна Ну и хотели бы вы увидеть Таких Три Дико Теслочки В реализации Если да То обязательно Напишите по этому поводу В комментариях Поддерживайте данный видос Лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Дабы не пропускать новые видеоролики Ну и не забывайте Про тег создателя контента Который находится В настройках игры В аккаунте Кемо личный тег Это тег Тимп Заходите Устанавливаете Поддерживаете меня И участвуйте в розыгрыше На 1 миллион кристаллов И на 20 тысяч Танкоинов Вся информация По поводу розыгрыша Есть в описании Ну и плюс у нас Ну буквально наверное через 2 недели Уже будут итоги Этого замечательного розыгрыша У меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok